Самый дорогой и по стоимости, ну и по своему внешнему виду, по красоте, по сложности изготовления, вот это Дед Мороз, это наша Ачинская фабрика. Это один из самых редких экземпляров коллекции Екатерины Найденовой, когда-то выпускавшейся в 50-е годы прошлого столетия на Ачинском филиале фабрики «Берюсинка». Дед Мороз сделан из папье-маше, одет в велюр, и по сути, это авторская ручная работа. Увлеклась этим необычным собирательством Дедов Морозов, которые в СССР стояли под елками у детей, учитель Найденова шесть лет назад. Поехала я как-то в Москву со своими куклами на международную выставку. И увидела там в заряде, а это было перед Новым годом, витрины с Дедами Морозами. И я подумала, а ведь у меня тоже такие в детстве были. Залюбовалась ими, и вернулась домой, и с этого и началась моя коллекция. Это только на первый взгляд кажется, что все игрушки в СССР и Дед Морозов, в частности, были совершенно одинаково стандартными и убогими. Отнюдь. Годов так до 60-х, пока не пустили в производство пластмассу, Дед Морозов и Снегурочек изготавливали из ваты папье-маше прессованных опилок. И дедушки получались более реалистичными, живыми, что ли. Это 70-й, но у него такое личико особенное. Он похож на Деда Мороза из нашего мультика «Дед Мороз и лето», из нашего советского мультика. Он вот, два Деда Мороза было с такими вот мультяшными личиками. Остальные все-таки такие вот реалистичные, похожие на лицо человека. Это вата, а кафтан у него тканевый. Это один из моих самых любимых Дедушек Морозов. Ну, личико у него такое интересное, красивое. Он такой, где деда. Форма, форма тела. Вот такая, ну, приближенная к человеческой. Красивая форма валенок. Родной мешок. Это, кстати, редкость. Очень часто Деда Мороза теряют мешки и посохи. Посох не сохранился. Игрушки под елочку выпускали очень многие предприятия СССР. И, кстати, не только фабрики по производству игрушек, а, например, заводы химической промышленности. Все образцы утверждались строго в Москве. И потому одинаковых братьев-близнецов-дедушек можно было приобрести в разных даже республиках Советского Союза. Это один из самых известных Дедов Мороза и самых больших Дедов Морозов Советского Союза. Это 60-е. То есть это вот уже с белочкой. Вот у него пара. Кстати, Дед Морозов выпускали гораздо чаще в одиночку, нежели комплектов с внучкой-снегурочкой. Потому последних коллекций Екатерины, да и, в принципе, гораздо меньше. Когда стали отливать игрушки из пластмассы, процесс производства, конечно, упростился. И цена тоже. Ачинский из папье-маше стоил когда-то 3 рубля 60 копеек. И не каждый еще советский родитель мог легко осчастливить своего ребенка. С пластмассовыми аналогами стало гораздо проще. В конце 80-х мой папа зарабатывал в городской поликлинике 100 рублей. И 50 копеек, рубль стоили Дедушки Морозы. Игрушки под елку выпускались совершенно разных размеров. Были совсем малюсенькие под маленькие пластмассовые елочки. Были большие под елки в детских садах и школах. И да, через испытания временем успешно прошли далеко не все. Делали в Советском Союзе игрушки еще из пенопласта. Ой, ну без пенопласта-то вообще непрактично так-то. Да. И вот эти фигурки, они редкой сохранности. Чаще всего они, конечно, не сохранялись. Многие дети их окусывали, пробовали на зуб. Краска сходила. Ну и, конечно же, темнел. Конечно же, говорит Екатерина Найденова, современные Деды Морозы, они поярче, может, покреативнее будут. Но вот эти, дошедшие до нас с времен СССР, все же более ценнее и интереснее. Потому что это, как минимум, часть нашей истории, если хотите, культуры. Ну и всегда лишний повод для тех, кто постарше, поностальгировать, вспомнив детство золотое. Наталья Кичина, Анастасия Масленникова, Новости ТВК.